Усим, привет! Всем привет! Я не знаю, все ли это заметили уже и насколько это заметно, но мне просто кажется, так не знаю, согласитесь вы или нет, что вместе с поражением этой Наполеонши, прости меня, император русского либерального мышления, там или как это у них называется, вот забыл уже, русской либеральной мысли, о, точно, значит, латыниной, вместе с ней покатятся под стол, уже катятся все, кто с ней, или с этим русским либеральным псевдоинтеллектуальным миром был и остается связан, она потянет за собой очень многих, очень многие начали уже ей сочувствовать, начали петь ей оды, понятно, что незаслуженные, все же все видели и все слышали, правда, никто не скажет, это же как бы голое королевство, там все голые, но и все хвалят, какие друг у друга там ватники, пиджаки, сапожки там, не знаю, какие-то, что в чем они, там еще ходят лапти, вот, шапки петушки, вот, все почему тоскуют так дети русского мира, эти советские пионеры и так далее, я не знаю, весь арсенал их, вот этого фетиша пионерского, но все, что с этим связано, оно все потянулось туда, и все за Латыниной потянется дальше, я не знаю, да, и символично, конечно, что вот это падение вот этой звезды политической Арестовича, оно с правосырно было как раз Фегиным, с которым они вместе, в общем, и сотворили звезду Арестовича в 22-м году, как такую уже, как бы, глобального масштаба, такие, нью-высюки, да, межпланетный Арестович стал такой, а потом он начал сдуваться, сдуваться, и вот сейчас это последний, в общем, такой толчок в пропасть, и не сказать хуже, почему так будет, потому что они очень друг за друга цепляются, они друг без друга жить не могут вообще, они очень чувствуют друг друга, как вот на запах, да, вот эти русскомирные люди, или люди про вот такие вещи, как схожесть там Украины и России, какое-то там родство, что мы должны там как-то понимать друг друга, что там украинская мова, там, ну, вы все понимаете, да, что украинцы это такие все-таки селюки, все-таки надо смотреть ширше, копать глыбше, и все такое прочее, вся эта словешная чушь, на самом деле обычный расизм и малородство, в общем, в одном флаконе, просто с какой стороны ни смотри, там и то, и то присутствует, да, и вот этот, этот крах этого ржавого титаника русской либеральной мысли, он просто спровоцирует, и спровоцирует уже абсолютно необратимые процессы, они все начнут сейчас уже выкатываются на свет божий, они требуют матч реванша, они требуют там, дайте сюда на Портникова, а Портников такой, я не хочу, не хочу я разговаривать с теми, кто представляет собой Украину такой, которой она не будет и не должна существовать, такой, какой она и не, по их, вот в их мире, Украины такой, которая нам нужна не будет, нам это не Портникова и мне там, а многим людям, и прежде всего нашим детям, там, нашим потомкам и так далее, они никто не хотят жить, ни в Украине Булгакова, который, естественно, не существует, поскольку он ее отрицал, ни в Украине Ристовича, поскольку она абсолютно искусственно сшита там, его софистикой, она ничего общего с реальностью не имеет, ни в будущем латыниной, я уж про Россию пусть что хотят, они говорят мне это фиолетово, да, ни в фантазиях графомана Быкова, вот, который столько леса загубил своей макулатурой, а, кстати, как там его книжка про Украину, кто-то купил ее, нет, сколько, 30 экземпляров продано там, или 300, может быть, там, друзья купили по пьянке, ну, в общем, все это полная туфта, и этот мыльный пузырь, этот, скажем, даже масляный такой пузырь русского мира, в широком смысле слова, да, он на наших глазах превращается в такую склизь, в такие налет, мазута какой-то, да, который надо уже просто жирной тряпкой смыть, и жизнь это сделает, безусловно, все это будет смыто и очищено, и они просто не понимают этого совсем, но у них так устроен головной мозг, они же нарциссичные люди, они же у одних великая родина, у других великий я, и все это вместе дает очень серьезный такой психиатрический эффект неадекватного восприятия ситуации, они же все считают, нарциссы, что вот там все шагнут с балкона и разобьются, а я полечу, да, что вот Латынина этот бой проиграл, они между собой там шепчутся, типа старый дур или как-то там про нее еще говорят, за спиной, публично нет, конечно, пафос, говорю, но сами-то думают, но я-то сейчас приду, я-то сейчас всем задницу надеру, никому они не надерут задницу, потому что, во-первых, с ним никто рядом, извините, на гектаре не сядет, я себе не представляю, ну, может быть, кто-то хочет попробовать, но я в жизни себя не представляю дискутирующим с кем-либо и с представителем вот этих полумалорусских, пророссийских, русско-либеральных нарративов, это настолько все уже в прошлом, они этого просто не заметили, они в каком-то зазеркале находятся, они несут свои нарративы, которые, ну, может, зайдут каким-то слабоумным или бабусем каким-нибудь, да, но точно не украинским молоде, там, точно не людям думающим, да, это вот эти гусли с рваными струнами, они не играют уже здесь, да, а те все на балалайках наяривают уже, там, пальцы сбили и друг друга перекрикивая, рассказывают там то про плохого Путина, про хороших русских, там, про то, какие украинцы они полноценны, что они не хотят, не понимают, как это с русскими надо дружить и все равно нам жить вместе, не жить нам вместе, не жить нам вместе, и вот это все очевиднее с каждым днем этой кровавейшей войны, но есть, кому не очевидно, есть, кто не догоняет в силу, наверное, своей особой какой-то интеллектуальной, я не знаю, продвинутости, ну и бог с ними, и чем они больше не догоняют, чем больше они не понимают, насколько они нелепо выглядят, предлагая эти словесные дуэли людям, которые не хотят с ними разговаривать, чем больше они не понимают, что они находятся в таком своем пузыре, который сам по себе будет отплывать от человечества, отплывать от Украины, и ими будут брезговать, к ним не будут подходить, это будет как старый заплеванный вокзальный сортир, где кто-то собирается для чего-то, что-то там друг с другом делает, но это никому не интересно, вот, ну, есть такое заведение на Троищине, называется Веселый Бобер, там в итоге то ли сперли, то ли сняли вывеску, там ни одного окна нет, потому что никто другой туда не входит, можете посетить это место, оно даже в Гугле, по-моему, есть, но там находят только свои, там свой контингент, там свои разговоры, они говорят на непонятном никому языке, они выясняют непонятные никому отношения, они очень громко разговаривают, они доказывают друг другу, кто там из них мужчина, кто там из них крутой, кто там, кто там с кем и кто кого, и кто кого любит, там вся жизнь протекает во всех смыслах, только она никому не интересна и непонятна, и чужда, и оттуда, туда можно зайти и только посмотреть, убедиться, что ты находишься на светлой стороне жизни и просто больше никогда туда не возвращаться, вот так и с этим русским миром, это такой веселый бобер, только веселый бобер на Троищине никому, кроме его обитателей, с синяками под глазом, там, выбитыми зубами, там, и похмельем не вредит, а русский мир, значит, этот бобер, в общем, всех уже догрыз, достал в любых своих проявлениях, и то, как выглядела вот эта жаба русского мира, такая, я не знаю, жаба фельдмаршал, вот если есть там какой-то, я не знаю, там, жук-генерал, то вот эта жаба фельдмаршал какая-то, да, ну, фактически императрица такая, жаба, которая надула сама себя через соломинку, ну, и там Арестовичи поддували еще со всякими там, вот, но и в итоге вот это вот все соберется где-то в одном месте, они будут друг друга обслуживать, вот в этом, в этой забегаловке Малоруссии и русского мира, они будут там перекрикивать друг друга, там, кидаться чем-то, вот, они будут всякие там Романенки, там, Арестовичи собираться, еще какие-то люди будут умный вид делать, будут там вопросы какие-то задавать, будут каверзно и как-то вот так, на их взгляд, остроумно подначивать украинцев, как-то пытаться их задеть за чем-то, за чем-то, за что-то, а украинцы просто этого не будут слышать, потому что это все уйдет, это все уйдет, и это все уходит не на второй, даже на третий план. Вот был еще один говорливый такой, Саша, кажется, Дубинский, да, вот он вообще патентованный предатель, да, скорее всего, вот, судя по анонсам, там такой будет приговор красивый, и многое-много интересное узнает, может быть, и про кого-то еще кто-то узнает, не только про него, потому что уж очень медийный он был, уж очень много у него друзей, значит, которые тоже так вот вроде как, ну, таки фронду такую составляли, на самом деле это все коллективные шари, просто кого-то поймали, кого-то нет, кто-то больше играл, кто-то меньше играл, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то там с Шарием, с Шариком, с Шариковым сотрудничал, кто-то до сих пор там с ним сотрудничает, кто-то уже описывался и бежал, там оно все равно пахнет, да, все это, конгломерат вот этого дерьма, он просто будет лишен права, он к нему потеряет интерес, лишен права на публику, ну, кроме маргиналов, кроме вот этих веселых или унылых бобров, скорее даже унылых, чем веселых, я прошу прощения, у Троещины прекрасный район, там и люди хорошие живут, кстати. Да, еще из области зоологии или даже скорее, как это наука называется, вот про морских гадов, вот этих людей или там людей аналогичных по уровню интеллекта, какими-то там медузам, вот этим вот всем тварям прекрасным, морским, вот воспетым в Древней Греции и Риме там в виде богов даже, то есть никого медуз не хочу обидеть, вот им кажется, что они стоят где-то, как греческий или римский оратор, они стоят на берегу этого бушующего моря, эгейского или какого-то там еще, и природа всесвет, ловит каждое их слово, а шум моря надвигается, он тренируется его перекричать, выговаривая каждое слово, чтобы потом, обернувшись к толпе поклонников, повторять эти слова четко, значит, красиво, и все вокруг кругом такие счастливые, ручки тянут, о, там 2-3 недели, там все, 2-3 тыжни, вот, еще 2-3 дня, еще чуть-чуть, и, значит, мы лапки задерем, похлопаем, там, и нам все будет зашибись, вот, а всем этим плохим украинцам, всем, они все будут наказаны, это все было уже с памятником Екатерины, как на меня кидались там коренные одесситы, как коренные киевляне защищали своего Булгакова, вот, место ему там же, как и всем украинофобам, расистам, по сути дела, да, и вот стоят такие деятели, очень такие надутые, серьезные, как им представляется, в тогах, вот, хотя на самом деле это голые короли, и даже не короли, голые шуты, вот, и думают, что они говорят со вселенной, и их голос разносится, и заглушает шум, это волны океана, да, на самом деле это никакие не волны океана, это просто маленькое какое-то такое создание непонятное, где-то там микробное, внизу унитаза слышат, как сверху вот этот поток воды из смывного бачка идет, это вот ничего больше, да, и вот этот смывной бачок с чистой водой, новую украинскую историю, он смоет их всех туда, смоет их всех туда безальтернативно, и унесет очень далеко, очень далеко от Украины, от будущего людей этой страны, от всего-всего-всего, они будут еще, говорю, там где-то в трубах, будут пытаться там что-то через дырки что-то проповедовать и так далее, но в целом закончат они плохо, если не так плохо, как вот этот вот вышеупомянутый, то похожим каким-то образом, ну по крайней мере не в лучах славы, вот и вообще не в лучах, а в чем-то другом, что более привычно, адекватно русскому миру, вот, и нести сюда этот русский мир, рассказывать, какие мы близкие, как мы должны там мириться, как мы должны друг друга понимать, люди, ну не так, анти-люди, хотя бы, хотя бы не спорьте с Лосим Подровянским никогда, вот сделайте себе правило одно, вбейте себе гвоздь в голову, вот я делаю все, что угодно, но никогда не спорю с Лосим Подровянским, Лосим Подровянский сказал, наша национальная идея, вы дальше знаете, от нас отстаньте, да, не отстали сами, вас смоет просто, но все, что, каже мэтэт, воно все, отбывается так, яквинс каже, и то, что эстетика опережает бытие, тут как никогда и как нигде верно, сейчас все смотрят и говорят, ой, она же такая жуткая дурочка, как мы могли ее слушать, типа Муждоваев об этом говорил, кто-то там пишет лет 10 назад, что она вообще пустая жаба, вот эта надутая, абсолютно просто надутая, и все такие, ой, как мы не замечали этого, как мы голову короля-то не видели, вот так вот не видели, я не знаю почему, я не знаю, что это за, почему нет эстетического барьера, когда ты видишь вот это 2-3 тыжня, этот вкратчивый голосок, эти заумные нытье вот этой жабы, да, абсолютно бессвязные, нелогичные, она рушится при первом столкновении с реальностью и с интеллектуальным человеком, да, как вы не замечаете эти вручания под нос, эти прогнозы про войну, которые не будут из-за вот этих украинских экспертов, института будущего вот этого, да, ну, давайте тренировать в себе все люди добрые, вот, или просто хотя бы умные, эстетические, какое-то чувство самосохранения, посмотрите на них на всех еще раз, и когда увидите что-то еще подобное, бегите сразу, ну, точнее, закрывайте дверь и спускайте воду, единственное, что с этим можно сделать, и больше никогда об этом не вспоминать. Спасибо всем за лайки, за репости, за донати, за подписку, за то, что вы есть, и за то, что вы, возможно, покажете этот ролик кому-то из своих друзей, и они тоже подписываются на этот канал.